В 2024 году в ипотечном кредитовании ожидается несколько существенных новшеств, которые затронут большинство заемщиков по ипотечным кредитам. Во-первых, будут ужесточены требования к получателям льготных ипотечных кредитов. Уже произошло и ожидается еще большее повышение первоначального взноса, что заставит людей сначала копить деньги или находить их каким-то иным способом, и лишь затем претендовать на получение льготного ипотечного кредита. Во-вторых, ставки по льготным ипотечным программам уже не столь низкие, хотя они отличаются от ставок по коммерческой ипотеке практически в два раза и более. В-третьих, часть льготных ипотечных программ будет свернута официально, а пока часть из них действует только до 1 июля 2024 года. Поэтому после 1 июля они могут прекратить свое действие, если не будут продлены. Таким образом, те, кто претендует на получение льготной ипотеки, вынуждены будут выполнять более жесткие требования. Кроме того, в части коммерческой ипотеки можно отметить значительный рост ставок. При ключевой ставке, установленной Центральным банком на уровне 16% годовых, безусловно, ставки по коммерческой ипотечным кредитам будут, если ниже этой цифры, то ненамного. Кроме того, некоторые банки уже объявили о том, что будут предоставлять льготные ипотечные кредиты только тем гражданам, которые будут приобретать жилье у аккредитованных застройщиков. То есть невозможно будет выбрать жилье по своему усмотрению, нужно будет выбирать только то, что предлагает конкретный банк. Все изменения и нововведения, которые планируются в этой области и уже частично сделаны, направлены на сокращение спроса на ипотечные кредиты. По коммерческой ипотеке ставки уже являются запредельными, а по льготным ипотекам вводятся все новые дополнительные требования и ограничения, направленные на снижение количества граждан, которые смогут взять эти ипотечные кредиты. Центральный банк в 2024 году повышает требования к банкам, которые предоставляют ипотечные кредиты, ну и вообще кредиты, заемщикам, которые уже имеют достаточно высокую долговую нагрузку. Таким образом, те граждане, у которых уже есть большой долг, им будет сложнее получать не только ипотечные, но и любые другие кредиты в банках. Таким образом, правительство и Центральный банк надеются притормозить раздувание кредитного и ипотечного пузырей, чтобы притормозить рост цен на жилье и в какой-то степени ограничить ускорение темпов инфляции. Елизавета Газизянова, Универновости.